Дорожные транспортные происшествия В нашей студии начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Ольга Георгиевна Лемарова. Здравствуйте, Ольга Георгиевна. Здравствуйте, Евгения. Ольга Георгиевна, давайте начнем, как говорится, с теории. Вы возглавляете управление по делам несовершеннолетних и защите их прав. Расскажите об основных направлениях вашей деятельности. Мы, прежде всего, хочу сказать о том, что наше управление обслуживает комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. И, исходя из этого, мы говорим прежде всего о координации деятельности, чем занимается наше управление. Далее, о выявлении детей и семей, находящихся в социально опасном положении, в чем нам оказывают помощь и поддержку и жители, субъекты профилактики, органы системы профилактики. Далее, конечно же, мы занимаемся и профилактикой. Это то, что глобально делаем. Ну и, естественно, что комиссия по делам несовершеннолетних – это детский суд. Естественно, что рассматриваем и готовим материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних и родителей, законных представителей, которые недостаточно правильно исполняют свои родительские обязанности. Ольга Георгиевна, расскажите, пожалуйста, сколько человек работает в управлении? Ну, и наверняка все на хрупких женских плечах держится. В управлении работает 12 человек. Все мы справляемся на сегодняшний день со своими обязанностями функциональными. Но хочу сказать, что детского населения сейчас по данным здравоохранения, управления внутренних дел и управления образования – 100 тысяч детского населения. Поэтому, конечно, 12 человек – это маловато, будем так говорить. Самое главное – справляйтесь. Обязательно. И очень любим свою работу. Сотрудники действительно живут этой работой. Живут, желают всегда помочь детям, семьям. Очень гуманные люди. Здесь, наверное, по-другому нельзя. Но тут вот другой вопрос возникает. А как каждую историю через себя не пропускать? Обязательно пропускать. Если ты не будешь пропускать каждую историю через себя, ну, то есть ты, наверное, не сможешь в большой степени, в необходимой степени оказать помощь детям, ну, и, естественно, родителям, мамам в основном. А как не выгореть тогда? А для этого мы очень часто обращаемся к нашим психологам, которые в нашем же здании находятся, центр сопровождения, управления образования, работают с нами психологи. Ну, и я хочу сказать о том, что у нас замечательный коллектив, который может и сам справляться со всеми трудностями. И опыт, и желание работать, и стремление, самое главное, стремление помочь людям, стремление помочь детям. Ольга Георгиевна, каким 2021 год выдался для управления по делам несовершеннолетних? Ну, наверное, легких годов для вас не бывает. Да, действительно. Я хочу сказать о том, что, наверное, социальная сфера – это самое трудное. Везде есть свои трудности, но работа с людьми – это необыкновенно трудно. Так же, как органы опеки, управление социальной защиты, здравоохранение, образование – все мы работаем для того, чтобы детям было светло и уютно в этой жизни. То есть мы говорим о том, что необходимо благополучие семей и детей, оно зависит от нас, необходимое благополучие. И, в общем-то, мы к этому стремимся, этим живем и с этим работаем. Насколько успешно в прошлом году добились благополучия, может быть, для каких-то семей, которые, может быть, стояли на учете, но были сняты? Скажу, скажу, конечно, эти цифры. За каждой цифрой – это дети и семьи. Нужно сказать, что у нас было рассмотрено в прошлом году 1557 материалов в отношении родителей, законных представителей и в отношении детей. Нужно отметить, что с каждым годом таких материалов становится больше и больше. Вот по сравнению с 2020 годом на 20% больше в 2021 году рассмотрели материалов. А с чем связывает это увеличение? Ну, наверное, с тем, что органы системы профилактики работают лучше. Больше выявляется детей и неблагополучных семей, которым нужно применить какие-то меры воздействия и административного воздействия тоже и оказать помощь профилактическую. Наверное, это еще и связано с тем, что больше стало жителей неравнодушных, которые звонят, которые пишут. И, в общем-то, мы тоже эти сигналы все отрабатываем обязательно совместно с полицией, с органом опеки, с социальной защитой. Отрабатываем эти поступающие сигналы. Нужно отметить, что индивидуальную профилактическую работу за 2021 год была проведена более чем с семью стами несовершеннолетними. И около тысячи семей состояло на контроле в 2021 году. И отмечаем, что исправились 271 несовершеннолетних, которых мы сняли с контроля в комиссии, и порядка 400 семей, а конкретно 335 семей, которые тоже были сняты с исправлением. С исправлением только вот таким образом. Ну, наверное, это показатель работы, общей работы и работы специалистов управления по делам несовершеннолетних и защите их прав. И скоординированной работы органов системы профилактики в нашем городском округе. А вот те материалы, которые рассматривает комиссия, чему они чаще всего бывают посвящены? Это вот то, о чем я сказала в самом начале, да, пропуски школьных занятий, нахождение там, я не знаю, в определенное время на улице. Чему посвящены эти материалы? Значит, больше всего, больше всего материалов связаны с употреблением несовершеннолетними ПАВ. Алкоголь содержащий, наркотической продукции и курение, табакокурение. Нужно отметить, что 175 несовершеннолетних состоит, причем я подчеркиваю, что те, которые выявлены, выявлены сотрудниками полиции. 14 – это употребляющие наркотические вещества и 50-50 человек за табакокурение привлечены. Кто-то же им продает? Вот это очень, конечно, неприятно, очень страшно, что взрослые люди продают. Как обычно, рассматривая на комиссии материалы за данные правонарушения, дети отмечают, что попросили взрослого, он купил, поэтому, так сказать, употребили. Правильно я понимаю, что за это тоже предусмотрена административная ответственность в отношении того взрослого? Предположим, что его установили. Если установят, то да, конечно, и такие факты встречаются. И тогда человек, который вовлек в употребление алкогольной продукции, либо табакокурение, конечно же, он привлекается к административной ответственности. Но установить очень сложно, установить очень трудно. Хочу сказать, что в нашем округе инспектора по делам несовершеннолетних особое внимание уделяют данному вопросу. И, конечно, существует много проверок магазинов, палаток и так далее. И самое большое количество привлеченных продавцов, которые продали несовершеннолетним алкоголесодержащий и табакосодержащую продукцию, именно в нашем городском округе. Круглый стол на тему безопасности детей и подростков провели в Одинцовской библиотеке номер один. Какие проблемы были озвучены, расскажет наш корреспондент. Акции «Внимание, дети!» «Студенчество за безопасность дорожного движения. Безопасное детство» проводятся в округе регулярно. В такой профилактической работе участвуют все заинтересованные ведомства. При этом за прошлый год комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав получила 215 сообщений о чрезвычайных происшествиях с детьми. Зафиксировано 15 случаев наезда на ребенка во дворах, в том числе 5 в позднее время суток. А среди подростков 15-16 лет распространены самовольные уходы из дома. Есть и те, кто прогуливают школу и проводят свое время на улице. У нас 480 семей таких, которые стоят у нас на учете, которые действительно очень требуют помощь как со стороны всех субъектов профилактики, так и со стороны врачей-психологов, врачей-наркологов. И вот зачастую такие дети тоже оказываются никому не нужны и остаются безнадзорными. Сегодня в муниципалитете проживают около 100 тысяч несовершеннолетних. На контроле в окружной комиссии порядка 1 тысячи семей в социально опасном положении, а также детей и подростков, которые состоят на учете в КДН. Это очень тяжело, это очень напряженно работать с каждой семьей, но тем не менее работаем и снимаем с контроля семьи с исправлением. А это очень и очень важно. Гордимся тем, что наши неблагополучные семьи становятся на путь исправления. Направить энергию подростков в мирное русло помогает волонтерство. Если раньше быть добровольцем было модно, то сейчас это даже престижно. Ежедневно волонтерский штаб в Одинцовском молодежном центре посещают около 20-25 активистов в возрасте от 14 до 18 лет. В последнее время в связи со сбором гуманитарной помощи число волонтеров возросло. Привлекают и ребят, состоящих на учете в КДН. Они берут пример с них, охотно приходят, то есть они общаются, находят общие между собой интересы, и уже приходят к нам на постоянной основе, как домой. Очень положительная история, потому что многие не знают, что есть такое. Мы показываем, что делать добро – это хорошо. По итогам работы «Круглого стола» совместно с представителями общественного совета при УМВД было решено провести благотворительную акцию в школах. А с 14 по 19 марта в округе пройдет операция «Безнадзорные дети». Ольга Георгиевна, мы уже с вами озвучили цифру, количество семей, которые состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. А за что на учет в комиссию можно попасть? По каким причинам чаще всего семьи оказываются в поле зрения? В поле зрения – это когда не исполняют свои родительские обязанности. Следовательно, либо один из родителей, либо оба родителя употребляют алкоголь, употребляют наркотики. За то, что не посещают дети образовательное учреждение, семья может попасть на контроль, на учет обязательно. Хулиганские действия со стороны несовершеннолетних. Дети – они дети, естественно. Им, естественно, подраться, но мы рассказываем и говорим о том, что все вопросы нужно регулировать мирным путем обязательно. За то, что совершаются хулиганские действия, обязательно привлекаются такие дети, семья. Если дети не достигли 16-летнего возраста, то административную ответственность несут родители, естественно, законные представители. А с 16 лет полную ответственность несут наши несовершеннолетние подростки. А какие правонарушения чаще всего совершают дети? Да, вот мы уже проговорили с вами про употребление психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения. А что еще наши дети, к сожалению, совершают? За драки, за драки, за самовольные уходы из дома. Вот в прошлом году 24 самовольных ухода из дома несовершеннолетними совершено. Причем, вот удивительное дело, значит, требования родителей дети не исполняют. Подростки уходят с 12-13-летние. Естественно, что за это правонарушение привлекаются к административной ответственности родители. И дети встают на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Но это, как правило, какое-то спонтанное у них решение? Я вот поругался с мамой, пойду-ка пусть она поплачет или готовится? Да, спонтанное. В основном это спонтанное решение. Вот могу привести пример. С мамой поссорился, собрался и ушел. Собрался и ушел. В это время же ушел его приятель. Договорились. Наверное, договорились. Вот. Несколько дней они гуляли. Гуляли. Ходили по торговым центрам. Ну, полиция знает свое дело. Вернули в семью двух молодых людей. Ну, то есть это получается такая отчаянная попытка привлечь внимание, наверное, в первую очередь родителей. Вы знаете, Женя, иногда мы можем назвать, что причиной и условиями совершенного правонарушения, да, действительно, попытка привлечь к себе внимание. Но чаще всего это нежелание исполнять свои обязанности, потому что дети сейчас очень имеют много прав, но забывают об обязанностях. То есть такое впечатление, что нельзя сделать замечание, нельзя отобрать телефон, нельзя не разрешить ночью смотреть передачи какие-то. Могут обидеться. Ну, здесь все зависит от семьи, естественно. Что в семье действительно должно быть и доверие между членами семьи, между родителями и детьми. И, естественно, определенный уклад жизни должен быть в семье и требования, само собой разумеющиеся. Ну, тогда, наверное, проблем будет меньше или вообще не будет у детей. Какие они наивные, маленькие. Если полагают, что, уйдя из дома, им станет гораздо легче. Взрослая жизнь – это уже совсем другое. Там обязанностей-то в разы побольше. Это самое главное обязанность. Не ценят они, что у них есть. Не ценят своего, да. Не ценят своего. Ольга Георгиевна, насколько я знаю, вы регулярно проводите профилактические мероприятия. Мы неоднократно снимали и безопасные окна, и вот те же самые железные дороги неоднократно говорили. Давайте на этом поподробнее остановимся. В прошлом году чему были профилактические мероприятия, посвященные в первую очередь? Я хотела бы сказать о том, что самая главная наша задача – это безопасность детей. Я с этого начала. И еще раз подчеркну – безопасность детей. В 2021 году мы потеряли 19 детей. Погибло 19 детей. Травмировано 67 детей. И, естественно, это тоже разные травмы они получили. В быту травмы. Травмы на железной дороге, то, о чем вы говорили. Проводятся межведомственные операции, межведомственные мероприятия. Вот как раз с понедельника началась межведомственная профилактическая операция «Безнадзорные дети». Это у нас традиционная. Далее это и «Дети и транспорт», «Семья операция» и множество разных операций, разных межведомственных мероприятий. Но я хотела бы еще сказать о том, что также существует в качестве профилактики 15 межведомственных профилактических советов, которые организованы в территориальных управлениях. Работу этих советов также координирует наше управление, комиссия по делам несовершеннолетних. Нужно отметить и о такой традиционной форме профилактической работы, как школа реабилитации для несовершеннолетних подростков и клуб преодоления для семей, для родителей, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально неблагополучной обстановке. Вот такие мероприятия мы проводим. Ну и, естественно, личная беседа, естественно, что оказывается помощь, помощь различного направления, и юридическое, и вещами. Ну, в общем, различные виды помощи. Постоянно 24 часа в сутки работает телефон горячей линии. Телефон горячей линии, там мы тоже даем, естественно, консультацию. К кому обратиться, какую мы можем оказать помощь попавшим в беду, попавшим в неприятность, семьям и детям. Какие планы на 2022 год? Ну, наверное, в 2021 году наши задачи были выполнены. И выполнены были, в общем-то, достойно. В целом достойно, да. Но самое главное, что в 2021 году не удалось снизить количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними. И статистика показывает, что число подростков правонарушителей ежегодно становится все больше и больше. В 2021 год нас не порадовал. Совершено 54 преступления со стороны подростков. Это очень большая цифра. Большая, ну, потому что большая. Из 100 тысяч детского населения это, конечно, кажется, не очень много, да, совсем мало капля в море. А на самом деле это большая цифра. Эта цифра в два раза почти больше, нежели в 2020 году. Поэтому наша главная задача сейчас совместно с управлением внутренних дел и с другими органами системы профилактики каким-то образом приостановить рост правонарушений и преступности. А для этого нужно активизировать работу по коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков. И, конечно же, оздоровлению условий в семье. Ну и, конечно, здесь не последнюю помощь могли бы оказать родители. Тем более, что это в интересах не только управления, но и самих родителей. Да и, собственно, всех жителей Одинцовского округа. И нам жители оказывают такую помощь. И спасибо им за это. Ольга Георгиевна, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok